Относительно ситуации на сегодняшний день, день выборов, как ни странно, и вопреки нашим прогнозам, ситуация намного менее напряженная, чем можно было ожидать. То есть за прошедшие сутки мы зафиксировали 13 обстрелов, за сегодняшний день по состоянию на 15.00 было порядка 10 обстрелов. То есть если мы ожидали активизации действий до веков с целью дестабилизировать ситуацию в регионе и сорвать по крайней мере на Донбассе выборы, то на данный момент пока мы не наблюдаем такой картинок, к счастью. Что будет дальше сказать сложно. Однако между тем тенденции, которые наблюдаются на протяжении последних нескольких суток, далеко не радуют. И мы не можем констатировать, что российско-террористические войска готовятся к какому-то действительно соблюдению перемирия, режима прекращения огня. В частности мы видим, как серьезно укрепляется, усиливается новоазовская группировка. По нашим данным, по команде из России, наиболее боеспособные отряды и подразделения российско-террористических войск, это имеется в виду и ДНР, и те подразделения российской регулярной армии, которые действуют на контролируемой боевиками территории, перебрасываются именно в район Новоазовска. В районе Мариуполя продолжают действовать диверсионно-разведывательные группы. Также второй довольно-таки тревожный сигнал, это то, что отмечается деятельность ДРГ штатных российского спецназа. По нашим данным, они активно изучают возможность форсирования Камиуса в интересах танковой группировки своих войск. То есть это те, которые, естественно, не радуют. Также второй тренд, я бы сказал, негативный для нас, это усиление так называемой партизанской войны, как ее называют террористы. То есть попытки инфильтрации через линию обороны нашу на территории, контролируемой украинскими войсками, и проведение там подготовки, проведение различного рода диверсий. При ДНР созданном подразделении, оно базируется в районе Янакева, в основном состоит из российских специалистов, под командованием российских офицеров. Мы наблюдаем, что оно слабо подчиняется руководству ДНР, действует по команде из Москвы, хотя номинально входит в состав ДНР. То же самое в ЛНР тоже создано подразделение, так называемое глубинной разведки, у которого также задача действовать вне территории, контролируемой боевиками. В Донецке продолжается также напряженная ситуация, но на сегодня мы фиксировали и в основном обстрелы из стрелкового оружия, интенсивность также снизилась. Однако на этом фоне в ДНР довольно-таки усиленно боевиками распространяются слухи о том, что после выборов украинские войска перейдут в массированное наступление и, соответственно, необходимо проводить серьезные мобилизационные мероприятия для того, чтобы сдержать это готовщееся наступление. Хотя мы видим наоборот обратный процесс, то есть проведение мобилизационных мероприятий в ДНР заканчивается формированием уже на сегодня как минимум четырех ударных групп на основных направлениях. Это Северо-Луганской области, Гибальцево и уже на юг в районе Мариуполя. Это свидетельство о том, что, конечно, после выборов может быть довольно-таки напряженный момент для нас в плане готовности отражения наступления.